Американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна имеет противоречивую репутацию. Он прославился своими работами с использованием линз от очков. Среди наиболее известных серия из государственных региональных флагов, а также портреты Водянова «Любовь миллионов», проданной за 600 тысяч евро, и Путин «Монна Лиза», который представляет собой калаш из множества изображений Монны Лизы. Широкая общественность Дэвид Датуна знаком благодаря провокационным перформансам и высказываниям. Именно он съел банан итальянского автора Маурицо Котелана, арт-объект, выставленный на ярмарке «Артбазель», заявив о перформансе «Голодный художник». В 2020 году он предложил выкупить тело Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне, отметив, что готов собрать больше миллиарда долларов. На форуме «Артмосква онлайн» Дэвид Датуна расскажет об искусстве как дипломатии и об отношении к социальным изменениям в мире и преломлении через призму художественных высказываний. Дэвид, передаю Вам слово. Разрешите представиться, меня зовут Дэвид Датуна, я художник из Нью-Йорка, родился я в Советском Союзе, в Грузии, образование получал в России, в Грузии, а потом так получилось, что больше 20 лет живу в Грузии. И пишут про меня, что я американский художник, но, наверное, это не совсем так, потому что во мне соединены мультикультуры таких стран, как Грузия, Арабия, Украина, ну и, естественно, Америка и некоторые западные страны. Поэтому я, насколько могу, представляю мультикультурное такое сообщество внутри себя. Тема сегодняшней нашей лекции должна была посвящена как искусству, как дипломатии будущего. Но, к сожалению, из-за того, что формат оказался очень коротким, я попытаюсь коротко рассказать о некоторых фактах, по-моему, интересных, и о том, что, в принципе, я делаю. Также я, наверное, являюсь первым художником, который работает с НАСА. И у нас последние несколько лет очень сильно задерживаются вылеты, так как вы знаете, что в последнее время последний полет Илона Маска оказался успешным. До этого были проблемы, проблемы в Роскосмосе, и нас отодвигают с одной очереди на другую. Но есть уже маленький спутник Дэвида Даттона, который будет однозначно, если не в этом году, так в следующем, будет запущен на нашу околоземную орбиту, и на которую вы сможете отправлять произведение искусства, музыку прямо со своего телефона. Об этом очень долго рассказывают, и мы не уместимся ни в какие минуты, но, поверьте, это будет реально очень круто. Что хочется вам еще раз сказать из интересного, как мне кажется, сближать народы. Да, это красиво. Я был первым художником в истории вообще, которого пустили в Саудовскую Аравию. Значит, это была выставка в Саудовской Аравии, я сделал флаг Саудовской Аравии. Флаг Саудовской Аравии на основе Корана, который-то не каждый может трогать руками. Флаг был представлен королю, принцу, всему дивану. Сейчас он у них находится в диване. Это как совет депутатов, я не знаю. И что прикольно, значит, когда должна была быть встреча с королем, мне охранник говорит, а охраняло меня, чтобы вы понимали, 6-7 машин от американского посольства, потому что я там был как посол, и столько же машин от короля, и это все охрана. То есть человек 20-30, это лично моя охрана была. И мне говорят, сколько вам рубашек привезти? Я говорю, ну одну рубашку сколько? Значит, охранник приносит 4 рубашки. Я говорю, зачем так много? Он говорит, ну понадобится. И вот когда началась суета, когда начал приезжать король, а лично его охраняло, значит, более 15 тысяч человек, целая армия, вертолеты, самолеты, настолько я перенервничал, настолько все это было вот нервно, что рубашки мокли, и последние полчаса я находился в мокрой рубашке, последний, четвертый, и постоянно бурчал. Почему он мне принес так мало рубашек? Вот это было у нас в Саудовской Аравии. Да, сближать нацию, тематика такая была, это опять же касается, наверное, американской нации. До выборов Трампа за несколько месяцев я сделал флаг СОС. Вот вы его сейчас наблюдаете, он прямо напротив Капитолия стоит. То есть я, как демократ, был против Трампа, решил это показать в виде искусства и сказал, что, ребята, СОС, спасите наши души. А со второй стороны была фотография вам. Кто бы мы ни были, мы все равно являемся одним целым, все люди. И быть американским президентом, это не разъединять нацию, а соединять ее наоборот. И опять же смешная история в этом деле. Вот мы летали на самолете. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, самолет Муни. Я решил обклеить этот самолет фотографиями Трампа и Хиллари. И один раз облететь статую свободы, махнув при этом крылом, как это положено, приветствовав статую свободы. Это Муни, кстати, самый быстрый одномоторный самолет в мире, американского производства. Пилот, мой очень близкий друг, по совместительству, один из лучших онкологов, хирургов в американском госпитале, он был моим пилотом. Значит, чтобы вы понимали, да, где находится статая свободы. Она находится ровно в середине треугольника между тремя аэропортами. Это Кеннеди, Ла Гвардия и Нью-Арк. Это самый загруженный треугольник, его называют Бермудский треугольник для самолетов. Самая загруженная точка, где все расписано в каждом коридоре, каждая минута. Мы сделали три круга вокруг статуи незаконно, то есть мы не брали на это разрешение. Что было в эфире, это тяжело передать, да. Но пока мы посадили самолет в Нью-Джерси, нас уже ждала полиция, ФБР, нас садили наручники. Ну, слава богу, потом все это быстро закончилось и сильно нас не наказывали. Это был такой арт-перформанс. Следующий момент, если мы посмотрим, спасать планету. Это была интересная инсталляция, как раз тот момент, когда Дональд Трамп вышел из парижского соглашения, и он заявил, что я не верю, что льды тают. Что я сделал? Я взял сухой лед и собрал из кусков сухого льда его имя, Трамп, и оно в течение трех часов растаяло. И тоже интересный такой момент, когда, представьте, подъезжает грузовик огромный, разгружает что-то в центре Манхэттена, все это дымится. Тут же подошли секрет-сервис, секретные службы. Они говорят, что это? Я говорю, представился, что я это делаю. Это, говорит, ты не тот, который летал вокруг статуи. Я говорю, тот. Один другому говорит, а это тот сумасшедший, пусть сделает, что хочет. Ну, значит, мне разрешили все сделать, потому что, естественно, никаких разрешений не было. Но мы, говорит, должны вызвать полицию. Я говорю, пожалуйста. Они вызывают полицию, приезжает полиция уже в форме. Она говорит, ну, ребята, делайте, что хотите, но мы должны выбрать клининг службы, то есть служба, которая должна все это почистить. Я говорю, ну, мы вам дадим три часа. Я говорю, хорошо. Они вызывают клининг службу, приезжает эта служба, приезжают такие хорошие группенские ребята. Они говорят, а что нам тут чистить? Оно все равно через час само растает. И вот так нам дали, чтобы инсталляция достояла, никто ее не убрал, хотя все, и секрет-сервис, и полицейские, и люди из клининг службы стояли вокруг и ждали, пока она растает. На этом вот закончилась, закончился этот перформанс, который, кстати, имел огромный, огромный резонанс в мире и в прессе. Быть народной совестью. Ну, вот я думаю, мои ребята перестарались, никакая я не совесть, но в любом случае до выборов Трампа второй раз, который он проиграл, слава Богу, я как демократ, говорю, я взял, значит, церковь святого Томаса и изобразил Трампа в виде святого, который держит пустую книгу, показывая на ничто. То есть, и была примечательная фотография, ознаменовался уход Трампа, когда его занесли в церковь, а там справа такая надпись «Exit only», только на выход. И вот эта фотка тоже имела прикольный резонанс. Его занесли, и получается только на выход. Вот такая была прикольная работа. Ну, и вот последнее, ни одно мое последнее интервью не отходится без банана, вот, и утолить голод, да, я могу сказать только две вещи по поводу банана. Очень много было, вы знаете, это превратилось в мем, имело огромный резонанс, и я получил два сообщения, ну, из того, что я мог физически прочитать, потому что их были миллионы, писала мне женщина одна, она является учительницей в арт-школе в Нью-Йорке для младших классов. И она написала, спасибо вам, Дэвида Туна и Маурицию, что вы научили нас еще одному способу коммуницировать с искусством. Это был, наверное, один из самых больших комплиментов. Вот. И второй комплимент, это где-то уже в русской прессе было, они написали, что Маурицию Каталан и Дэвид Татуна показали, что все ценности в мире совершенно условны, и я с этим согласен. Вот. Ну, естественно, если ты голодный, и ты видишь банан на стене, утоли голод, и съешь его. Он для этого и вырос. Вот. На этом я как бы заканчиваю свою презентацию о себе. Надеюсь, вам понравилось. Если есть у нас какие-то вопросы, я сейчас посмотрю, то с удовольствием на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok